Доклад начальника управления образования Наталья Микитюк обозначил проблемы отрасли, переуплотнение школ и недостаточное количество мест в детских садах. При этом население муниципалитета постоянно увеличивается. Есть ряд проектов, по которым необходимую документацию готовит Управление капитального строительства. В их числе школа на улице Ленина на 450 мест, модульные здания на 400 мест на территориях 6 и 12 школ, а также школа на 1100 мест в Алексеевке. Запланированное строительство в детских садах. На сегодняшний день по улице Лазурная, 12, выполняется строительство детского садика на 160 мест. Срок окончания 2018 год. Детский сад на 140 мест в Кутале Воскресенске, улица Трудовая, 4. Проектная документация выполнена, получена государственная экспертиза. Стоимость строительства объекта 97 миллионов. Кроме этого, сад должен появиться в селе Цебанабалка. А у признанного аварийным детского садика «Орлёнок» на Крымской не только появится новое здание, но и он станет шире. В дополнительных площадях нуждается и медицинская отрасль. Ряд мер уже принят. Открыт филиал поликлиники на улице Ленина. Кабинет врача общей практики в 12 микрорайоне. В планах до 2020 года приблизить медицину и на селе. В сельском округе Анапском выделено помещение муниципальное. В настоящее время идет ремонт. Планируется расширение дневного стационара до 10 поек. В Гайкозорском сельском округе уже в утаре рассвет у нас построено здание врача общей практики на 15 посещений за счет краевого финансирования. Также у нас планируются еще два офиса врача общей практики. Один в Чеконе и один в Усатовой Балке. Есть уже вся проектно-смертная документация. Выделены и определены участки. Все документы с 15 года находятся в Министерстве здравоохранения. То есть мы ждем краевого финансирования. В планах, благодаря инвестиционному соглашению с предпринимателями, планируется передача помещения под офис врача общей практики и строительство филиала детской поликлиники на первом этаже жилого дома. Была обсуждена еще одна значимая тема. На территориях нескольких сельских округов выявлены несформированные земельные участки, на которых возможно строительство новых социальных учреждений. Сформировать их до 1 марта, чтобы они не ушли под коммерческие цели – задача для межведомственной комиссии, в которую войдут специалисты управления образования, здравоохранения, имущественных отношений и архитектуры.